Гандикап Гандикап предполагает раздельные старты в зависимости от возраста. Таким образом, за молодость и прыть участники не имеют фору перед финишной прямой. Больше половины участников выбрали самую длинную дистанцию, в том числе известные омские спортсмены Бариж Гир и многократная победительница омских забегов Марина Ковалева. Но пока они бежали медиану своей дистанции, на финише уже через 20 минут показались первые победители пятерки. И мужчины, и у женщин пьедестал заняли омичи. Первые девушки, а ну не смел ты! Половину дистанции мы бежали с девушкой, то есть я за ней села, так сказать. А потом я перепутала немножко постоянно, когда на Зеленом острове бегаем, бегаем тройку, сворачиваем раньше. А сейчас мы побежали всю набережную. Я раньше начала просто ускоряться, ну и главное бы не сдать победу. Мария стала двукратной победительницей на дистанции. Александр Поддубный выиграл впервые. В общем, пять километров преодолели более 400 человек. И дистанция стала второй по массовости на прошедшем гандикапе. На 10,5 километрах первым стал спортсмен из Ханты-Мансийска Михаил Кульков. Северянин отметил прохладную погоду и тяжелый ветер, которые, однако, не помешали ему повторить свой успех. Эта трасса мне знакома. Я в свое время тут гандикап, этот полумарафон выигрывал давным-давно. Ну, народу много и хотелось бы на широкую улицу выйти, чтобы всем места хватало. Не удалось вырвать прошлогоднюю победу о мичке Марине Ковалевой. Она долгое время лидировала, но затем на последнее третье ее обогнала мастер спорта международного класса из Новосибирска Наталья Тарасова. Бежала второй всю дистанцию, в конце, после 15 километра почувствовала, что могу прибавить, и прибавила, и сделала этот рывок, и стала первой. Я очень рада этой победе, это мой личный результат на половинке. Сегодня я вот заняла второе место, немножечко не догнала лидера, но тем не менее я довольна результатом своим. Это как хорошая подготовка, проверка перед следующими соревнованиями, как там говорил Суворов, тяжело в учении, легко в бою. Среди мужчин в забеге на самой длинной дистанции полумарафона победил прошлогодний лидер Сергей Поликарпов. Спортсмен из Павлодара показал время 1 час 29 минут и 14 секунд. Она синейшая борьба, поэтому еле убежал в конце. Какой тактики придерживали? Ну, у меня 6 дней назад тоже 23 километра держал у себя, а уже возраст восстановления не то. И поэтому как бы спокойнее начал, а уже сразу догнали. Поэтому концовку пришлось накатывать. В мужском забеге, как и женском, омскому атлету немного не хватило до первого места. Так Денис Рычков прибежал вторым. Итог стартом подвела глава сибирского международного марафона Инна Черноблавская. Она сказала, что главное испытание погодой, мероприятие прошло успешно. Ковалева основная наша надежда, она пришла второй, и в принципе она довольна своим результатом. Бархат Базарбаев не вошел в первую тройку участников, но тоже выложился на дистанции. В любом случае, Омская область представлена в призерах, и это уже достижение. Победителей призеров наградили на сцене денежными премиями и эксклюзивными медалями в виде листочка, символизирующего весну и обновление. Основное внимание было приковано к атлетам, которые преодолевали главную дистанцию гандикапа. Так среди победителей оказались семь амичей. Субтитры создавал DimaTorzok